всем привет всем привет сейчас ждем буквально еще пару минут все подключиться и будем начинать тема сегодняшнего эфира пилочный маникюр сейчас я напишу тему и прикрепляем всем привет спасибо большое спасибо да всем добрый день всем 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 привет меня зовут маргарита пышкина и сегодня для вас проведу прямой эфир на тему пилочный маникюр на муж на мужских руках чем он отличается от просто пилочного маникюра на самом деле совершенно ничем мужчины больше любят пилочный маникюр потому что мы не используем режущих инструментов сегодня на эфире покажу вам как можно комбинировать аппарат и пилки и работать только в пилочной технологии всем привет девочки и мальчики всем добрый день еще раз повторюсь меня зовут маргарита пышкина тема сегодняшнего эфира пилочный маникюр покрытие сегодня мы выполнять с вами не будем будем разбирать именно технику пилочного маникюра сейчас еще буквально минутку и начнем на практике разбирать именно какие пилки нам нужны что мы будем использовать для нашего маникюра на как с какой тип им кожи кожи работать всем привет я думаю мы можем начинать на все вопросы отвечу в конце эфира когда переверну уже камеру непосредственно на себя хорошо так переворачиваем секунду минуточку немножко этот запуталась вроде бы все видно девочки отпишитесь пожалуйста все хорошо видно слышно на все вопросы отвечу в конце эфира так рука у нас тут есть все пока рука нам не нужна ваша давайте рассмотрим с вами пилки давайте я наверное сейчас комментарии мы отключим а в конце уже выключить вопросы чтобы у нас качество было получше сейчас вот выключить комментарии чтобы у нас видно лучше было так свет девчонки смотрите пилочный маникюр мы можем выполнять не всеми пилками у меня полностью одноразовый инструмент для пилочного маникюра тем самым вам проще продавать эту процедуру то есть мы клиенту говорим что весь инструмент у нас полностью мы выполняем маникюр стерильным инструментом это если касаемо техники чисто пилочного маникюра мы используем апельсиновую палочку пилку баф абразив пилку с абразивом и пластиковую основу основа может быть у вас и металлическая здесь уже пробуйте как вам удобнее работать но я рекомендую брать пластиковую основу почему потому что она более подвижная и имеет лучшую амортизацию и щеточка для чтоб удобно было пыль стряхивать основы основы у меня на push api видно они у меня такие плотные довольно таки плотненькие сейчас объясню для чего мне такая основа нужна сейчас самый главный такой момент как мне приклеить мой файл на мою пластиковую основу я сейчас приклею и прокомментирую почему именно так я приклеила кто был на моем эфире либо кто выполняет технику пилочного маникюра именно по моей технологии я думаю уже знают сейчас я приклеиваю и переворачиваю чтобы лучше видно было видно с одной стороны я делаю отступ буквально пару миллиметров если отступлю еще больше места позже увидите в технике что я буду делать этой пяточкой пяточка носик как вам удобно можете называть отступлю больше кончик он у меня будет просто загибаться в процессе маникюра и мне будет неудобно им работать и вычищать 3 из-под кутикулы и сверху да где дугообразная моя сторона основы у меня я тоже делаю отступ чтобы могла зайти своим абразивом в боковые валики пилки для пилочного тяжело подобрать потому что многие абразивы имеют здесь острые кончики скорее всего сталкивались своей практике что может быть резали когда-то клиента для пилочного маникюра здесь не острый кончик и не знаю никогда не сталкиваться на курсах тоже чтобы кто-то резал клиента нашими файлами теперь баф баф у меня тоже соответственно на вспененной основе я его отклеиваю мне удобно работать с одной пластиковой основой почему чтобы не тратить время на переклейку на то чтобы я работал одной пилкой одну пилку положу буду брать другую пилку это все занимает время поэтому я ее приклеила с обратной стороны вот таким образом таким образом приклеила от своего носика отступила еще вниз немножко и приклеила уже непосредственно баф видно он у меня с другой стороны немножко выходит из под основа так для чего я так приклеила чтобы не мешать своему носику до чтобы у меня пилка была не толстая если вам так неудобно работать можете взять и на 2 просто пластиковых основы приклеить то же самое мне вот так это все выглядит все видно вроде вам может быть непривычно будет первое время работать и замечала часто на курсах когда ученики сильно сжимают баф и он начинает у нас со временем уже когда мы обрабатываем вторую руку отклеиваться от основы но обращайте внимание движение на движение которыми вы будете работать движение у меня должны быть мягкие плавные без давления на кожу этих пилок имеется такая особенность чем да в принципе со всеми пилками так срабатывает чем сильнее вы делаете давление чем сильнее вы давите на кожу тем меньше она работает это наверное идет в основном у моделирующих мастеров тяжело моделирующим мастерам привыкнуть потому что когда мы отпиливаем гель до делаем моделирование мы все равно давление некое делаем на пилочку данном случае мы плавными движениями сейчас посмотрите модель давайте нашу ручку так сейчас я как-нибудь так установлю телефон чтоб не видно руку было свет вроде бы так что я вижу возьму специально вот эти вот два пальчика среднем пальчик обработаю в комби техники с аппаратом безымянный пальчик буду обрабатывать чисто в пилочной технике чисто в пилочной технике потому что мне здесь есть больной заусенец который болит и слегка нарывает нарывает вам не нарывает но болит здесь мы если у меня есть такой больной заусенец ну я буду использовать кусачки не бойтесь брать кусачки ножнички чем вам удобно работать потому что если это больной заусенец вы его конечно можно обработать пилкой но это будет неприятное ощущение клиенту и соответственно у вас будет много времени это занимать если клиент к вам пришел к примеру заусенцами мы ему объясняем что сегодня мы будем использовать кусачки после когда мы обрежем кусачками мы заполируем пилкой и следующий раз когда вы к нам придете у вас уже заусенцев не будет и мы сможем выполнить чистый пилочный маникюр с этим вроде разобрались и обязательно очищающий спрей руки мастера руки клиента и начинаем отодвигать кутикулу апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу если у меня сильно налипшая ку клиент пришел они вот прям прилипшая тонкая кутикула мы можем работать апельсиновой палочкой но моя рекомендация я рекомендую все же взять тогда пушер металлический инструмент и им уже непосредственно отодвинуть кутикулу и после обработать пилкой потому что ну апельсиновая палочка долго все таки и более таки неприятные ощущения можно вызвать у клиента если будем мы палочкой отодвигать если она такая налипшая растягивается прям по ногтевой пластине кутикула следующий раз и такая деревянная знаете следующий раз она к нам придет мы ее легко сможем отодвинуть она станет после пилочной обработки более эластичной так все таки мне неудобно сейчас будет махать пилкой да не нормально и я всегда начинаю с обработку со свободного края придаю форму ногтевой пластине мужчина нам особо форму придавать никакой не нужно просто по линии улыбки сейчас работая в салоне и там 50 процентов мужчин просят оставить свободный край представляете буквально ну кто-то побольше кто-то поменьше но просят чтобы не под корень а что у них был свободный край да вам можно под корень наша модель попросила под корень теперь обрабатываем боковые пазухи смотрите движение я держу ручкой за кончик пилки кладу прям боковую пазуху следите чтобы пилка у меня не впивалась много дня не пилила чтобы мне не было пропилов именно по боковым сторонам потом ноготь будет отрастать и по линии в роста начнет трескаться это касаемо и мужчин и женщин я начинаю плавными движениями обработку боковой пазухи бокового валика слежу чтобы мой носик пилки был приподнят слетак слегка к верху если он будет у меня лежать на коже я буду доставлять неприятное ощущение вот в этой части видно и обрабатываю слегка подкручивающими движениями обработала без фанатизма если нужно будет я вернусь на это место и теперь начинаю с обратной стороны то же самое еще есть такое что многие клиенты думают пилочный маникюр очень сильно спиливает ногтевую пластину потом перепилы и пропилы это неправда их возможно когда-то напугали когда делали такую обработку неправильной техникой и после чего у них остались борозды да это то же самое как и с аппаратом ко всему нужен навык на всей технике маникюра нужно учиться смотрите далее мне нужно мою кутикулу приподнять и вычистить из-под нее патерегий я беру свой носик пяточка носик как вам удобно и уголочком начиная от правого синуса идти к левому синусу движение у меня посмотрите во текло у меня натянута и движение у меня короткие с первого раза я как и аппаратом не пытаюсь все убрать планные движения и короткими таким как короткий штрих я иду к левому синусу заусенец пока свой не трогаю не срезаю если будут у вас неприятные ощущения клиент вы мне говорите договорились и теперь иду от левого синуса в правый синус точно такими же движениями на движение у меня похоже как я пламенем работаю аппаратом так уберу пыль заглядываю туда в свою складочку вижу что я могу еще немножко приподнять и еще повторяю могу своим носиком прям и боковую пазуху еще дочистить обратите внимание у меня с обратной стороны абразива нет да где клейка основа абразива нет и я ногтевую пластину совершенно не трогая а работаю исключительно только с кожей короткие плавные движения будут большие движения чистого маникюра мне не получится если будем выполнять все по технологии по технике как нам нужно можно будет даже и покрытие сделать глубоко под кутикулу не можно будет а нужно будет если клиент это любит здесь я вижу меня патерики прям на ногтевой пластине я возьму абразивом и слегка его просто точечно счищу но потом это бафом сюда работаю беру свою пилочку и вот этот где дугообразная сторона прикладываю параллельно кутикуле и начиная от центра идти в одну сторону на один синус и от центра иду на правый синус такими как бы подкручивающими еще могу слегка движениями чтобы выкрутить кутикулу на данный проксимальный валик носу это у меня уже ногтевая пластина кутикула должны намного чище я возьму баф и бафом пройдусь именно в зоне кутикулы где у меня есть петерики боковые валики зайду у меня еще чище стал не забываем про баф про свода вижу у меня здесь вот еще есть кутикула над чем поработать я могу пилку как параллельно ногтевой пластине но точечно именно краем вот может быть моделирующие мастера есть кто к примеру вот знаете от слойка на гели появляется и чтобы ее быстро и качественно убрать да не задев другую область ногтевой пластине мы всегда как краешком да и спиливаем он тогда очень быстро убирается также и здесь я беру и такими точечными движениями по коже это нужно просто приловчиться попробовать на пару руках у нас в принципе мы когда начинали заниматься маникюром даже ту же самую классическую обработку до делали классический маникюр но же с первого раза никогда не получалось то же самое и спилочным маникюром нужно все отрабатывать здесь вижу такой небольшой заусенец заусенец я также точечно буду убирать углом свои краем свои пилки исключительно работая по заусенцу не больно все если будет больно нам клиент скажет и теперь полируем вижу мне там снизу в принципе еще немного хочется дочистить до очищаю да мне кто из клиентов мужчины очень любят пилочную обработку во первых это намного дольше хватает маникюра и ну посмотрите какая ровная и никаких неприятных ощущений теперь я возьму кусачки упаковки давайте клиент я люблю кусачки йока мне очень нравится так видно на камеру видно и теперь убираю исключительно с мой заусенчик чтоб не его не тянуть пилкой на убрала возьму баф и забафим забафим так чтобы у меня на следующий день он не пошел разлазиться еще точечно уберу свою кутикулу это уже если придираться так и чтоб не оставлять такой пальчик что у меня здесь блеск здесь матовый я пройдусь бафом по всей ногтевой пластины такой вот пальчик у меня получился возьму безборсовую салфеточку смочу его обезжиривателя намотаю на апельсиновую палочку и протру боковые пазухи под кутикулой и снова боковые пазухи вот такой у нас ноготочек получился хорошенький чистенький у меня еще у клиента довольно такие как бы влажные слегка руки как жирненькая такая кутикула и перед обработкой вы можете просто обезжирить ногтевую пластину и делать уже непосредственно маникюр но рекомендую тогда если это влажные руки на влажные руки мы тоже это можем делать если если это влажные руки нас клиент волнуется если это влажные руки мы обезжирили один пальчик сделали маникюр перешли к следующему и только после этого его обезжирили сделали маникюр не сразу все 10 обезжириваем и делаем просто пока первую бум обрабатывать все остальные на снова будет влажная вот такая вот у нас разница получилась дальше будем с вами работать в комби техники пилка и аппарат для чего мы работаем такой техники бывает клиент к нам приходит вы видите у нее довольно таки такая плотная жирненькая кутикула и вы представляете что вы сейчас будете ее обрабатывать пилкой а следующий клиент у нас к примеру уже через час а у нас тут еще и покрытие мы говорим давайте сделаем сейчас скомбинированную технику аппарат и пилки следующий раз придете я сделал вам пилочный маникюр почему так во первых это намного меньше по времени вам займет а во вторых вам на самом деле на следующую процедуру намного проще будет сделать пилочный маникюр так как вы уже не слегка приучите и приручите кутикулу для пилок по сути у нас то же самое мы отодвигаем кутикулу у меня здесь в принципе довольно таки не сложные руки но первое время когда только начинала работать в пилочной технике конечно мы на этих руках долго сидели пилили потому что руку нужно было поставить непонятно было еще как пилку правильно держать на гмето двинули кутикулу берем фрезы буду работать пламенем я работаю пламя с красной насечкой так пламя с красной насечкой включили девчонки сейчас что-то у меня нашли проблему модель стала ремонтировать на аппарате просто включаясь кнопка на ножную педаль еще у меня спросили в чем различие синяя насечки и красная в абразивности синяя более жесткая так и начинаем примерно тысяч восемь девять тысяч оборотов здесь в принципе на какой скорости вы привыкли выполнять комбинированные аппаратный маникюр здесь не принципиально на какой вы работаете на такое и работаем и начинаю плавными движениями приподнимать кутикулу у меня фреза всегда я работаю под наклоном и опять же мелкими движениями чтобы у меня был чистый маникюр я сразу начала с кутикулы с обработки кутикулы аппарата а после когда возьму пилку уже приведу в порядок свободный край просто чтобы не терять время а там как вам удобно боковые пазухи почищу пилочный маникюр крутая техника честно признаюсь потому что кутикула попробуйте на себе даже сделайте один пальчик и посмотрите насколько вам хватит этого маникюра ну и комфортник работает без аппарата вот мастер клиент нам говорит что комфортник это работает без аппарата непонятное ощущение клиента вызывает аппарат и то же самое обрабатываю 2 синус 2 боковую пазуху пилочный маникюр еще удобно сделать на совмещенных услугах конечно нам сантин это сейчас запрещает делать но в общем девочки удобно работать на совмещенных услугах так еще слегка вычищаю я могу аппаратом прям чисто начисто вычистить но не будем тратить сильно время я тут и пилочкой смогу одно движение сделать у меня будет совершенно чистый маникюр я кстати привыкла так к пилочной обработки что даже когда дело чисто аппаратную технику либо комбинированная во всех техниках работаю маникюра то в конце я привыкла полировать всегда пилкой представляете и проходить пилка еще под кутикулой вот таким движением не знаю мне очень нравится и мне кажется он прям как дочищает и до вылизывает так скажем так боковые пазухи я вообще забыла что такое обработка не пилками всегда обрабатываю пилками это намного эффективней и чище и быстрее плавные движения начала спешить и свободный край привели в порядок свободный край а теперь начинаю срез просто свои кутикулы от центра помним в одну сторону и от центра в другую сторону байфиком пройдусь боковые пазухи подушечки вижу у меня кутикула как бы еще осталось и еще обрабатываю ставлю параллельно кутикуле и могу как бы слегка заходить да на на кожу на максимальный этот валик наш вижу еще есть могу точечно доработать на самом деле в пилочном маникюре есть только вот несколько основных движений это боковые пазухи мы обрабатываем наш носик на пилку поставили в одну сторону в другую сторону и уже непосредственно как срез спил кутикулы бафиком прошлись по коже в основном видно сейчас работа ногтевые пластины не трогаю если это прям жирненькая такая кутикула клиент к нам пришел мы объясняем что но зачастую если это влажные такие руки кутикула останется такая маленькая тоненькая аккуратно если это сухие руки вы вполне возможно спилите ее прям как после комбинированной техники как после среза подушечку взяла апельсиновую палочку намотала салфеточку и протерла всю нашу пыль я могу в принципе нанести кутикул римовер и кутикул римовером это все убрать такая вот у меня обработка получается сейчас переключу камеру на себя такая что работала и не отключила и не отключила эти маску всем еще раз привет можете задавать свои вопросы что интересует на все отвечу видно слышно слава богу вовремя главное увидеть если есть какие-то вопросы можете задавать по поводу пилок если кого-то интересует можете написать мне в директ я расскажу где я их заказываю на курсе мы все подробно разбираем с вами по поводу пилок работаем на нескольких руках в том числе на я специально на курс выбирала женщин постарше чтобы видно было наглядный такой пример был дани на идеальных руках выполнения пилочного маникюра так все вопросов нет ни у кого я уже всем на все ответила всем привет кто присоединился у нас был пилочный маникюр уже заканчиваем эфир сегодня мы с вами без покрытия какой абразив абразив на 180 работала с абразивом на 180 рекомендую еще в наличии иметь абразив на 240 для более тонкой такой кожи это так в основном всегда работаю на 180 но он грубоват немного лучше начинайте с 240 а потом если нужно будет возьмете на 180 напишите мне в директ пушка нэйлс я всем отвечу где беру пилки много протестировала пилок и которые мне раньше нравились пилки попробовав более новые поняла что те как бы слабовато пилят ну все давайте тогда сами прощаться всем спасибо за эфир рада была с вами пообщаться всем пока